Здравствуйте, вот хочу еще поговорить о предсказаниях и о сбыточности. Вот я возьму несколько предсказаний, которые, в общем-то, произошли, которые получились или не получились. В общем-то, обсудим это. Вот предсказания по первенству России в футболе на Кубке ФИФА. Во-первых, изначально, конечно же, я видела, что люди радуются. Люди радуются команде, люди встречают команду. Соответственно, я поэтому, в общем-то, вычислила, что команда займет, в общем-то, первое место, что она поднимется, потому что люди радуются, люди действительно поднимают высоко команду. Но получилось немножко иначе. То есть люди действительно радовались, фанаты действительно радовались, но команда вошла только в одну четверть финала. Еще, значит, было такое у меня предсказание, где я говорила, что я вижу не футболистов, а хоккеистов. Вспомните, вот было такое предсказание. Что бы я ни спрашивала по футболистам, я вижу хоккеистов. И вот вспомните, что, значит, хоккеисты заняли первое место на Олимпиаде в Южной Корее, а в мае они вышли в одну четвертую финала. Ну, я как бы все-таки надеялась, что футболисты выиграют и займут первое место, но получилось не так, и они, в общем-то, заняли как и хоккеисты. То есть вышли в одну четвертую финала. Но так как вообще, конечно, команда поднялась, вспомните, какой она была изначально. Она была ниже Плинтуса, она была самая последняя, ну почти самая последняя. И еще ведь команде разрешили играть только потому, что она хозяйка этого кубка. А если бы этого кубка не, вернее, если бы кубок был не в России, то Россия бы вообще не вышла. Она бы так и осталась вот ниже Плинтуса. Поэтому, извините меня, кто здесь выиграл, а кто проиграл, тут еще, извините меня, на двое. Поэтому, ну так можно сказать, что я, получается, определила это предсказание. Даже не на 50%, а гораздо побольше. Потому что были еще предсказания вот о футболе, о хоккейной команде. И, в общем-то, о том, что все-таки команда вошла в одну четвертую. И те картинки, которые я видела, они действительно, в общем-то, все сбылись. Так вот, теперь хочу следующее предсказание рассказать. О следующем предсказании. Вот у нас Борис Джонсон ушел в отставку. Очень неожиданно, правда? А 27-го числа я давала вот такое вот предсказание. Борис Джонсон травмируется. Вероятнее всего, что упадет с велосипеда. И не слабо. Ну, я просто видела, что с ним что-то произойдет. Какой-то травматизм, может быть, или еще что-то. А так как Борис Джонсон все-таки очень любит ездить на велосипеде, это, в общем-то, вы знаете, возможно. Ну, то есть, я не видела самого велосипеда. Я просто это предположила. Но Борис Джонсон у нас травмировался. И не слабо, совсем по-другому. Его просто отправили в отставку. Еще, значит, что хочу сказать. Вот у нас, значит, по жаре. Некоторые скажут, а у нас жары и не было. А вообще, вообще жара сейчас идет повсеместно. Она идет не только на Россию. Она идет и на Среднюю Азию, и на США. И вообще, что творится ужас. Люди просто погибают от жары. Вот я сейчас, видите, красноватая. Сижу рядом у меня, вентилятор. Кондиционер не могу поставить, так как я живу на квартире. Поэтому здесь просто невозможно дышать. И не важно где. Хоть в доме у сына. И к нему я поехать не могу. Потому что там духота невозможная. В Казахстане сейчас, даже в той же Караганде, под 40 градусов. И это же идет уже, в общем-то, эта жара уже идет давненько. Ну, в общем-то, так и получается, что я-то предсказала, в общем-то, жару. Но, как бы я написала по России. Но она и в России жара есть. На юге вон что творилось. Это самое, выше 40 градусов. То есть, рекорды температурные жара бьет. Ну, вот, как вы скажете, не сбылось предсказание? Ну, конечно же, сбылось. Но оно не на все. Россия очень большая страна. И где-то, может быть, там 23 градуса, это еще, в общем-то, не жара. А где-то и свыше 40. Но то, что жара действительно есть, и то, что от нее гибнут люди, что я, в общем-то, и предупреждала, это тоже, в общем-то, есть. Ну, вот, судите сами о предсказаниях.